В 2020 году Виктор Бабарико, в прошлом банкир и известный в Беларуси меценат, решает баллотироваться в президенты на предстоящих выборах. И это, как оказалось, перечеркнуло всю жизнь не только для него, но и для его семьи и друзей. Сегодняшний выпуск «Право на протест» посвящен ключевым событиям последних трех лет семьи Бабарико. 12 мая 2020 года Бабарико заявляет о своем политическом решении избираться в президенты, а 18 июня его уже задерживают по дороге в избирательную комиссию, где он собирался сдать подписные листы. Задержали Виктора вместе с главой его штаба, его сыном Эдуардом Бабарико. Мужчинам не дали предупредить близких о неожиданном задержании, а также адвокатов. В течение дня адвокаты не могли встретиться с ними для участия в процессуальных действиях, несмотря на то, что уже через полчаса после задержания они пытались войти в здание Департамента финансовых расследований. В итоге вышло так, что Виктор Бабарико был лишен возможности общения с адвокатами более чем на 24 часа после задержания. К задержанию предшествовали публичные заявления Александра Лукашенко о якобы противоправной деятельности Виктора Бабарико в период, когда он возглавлял Белгоспромбанк, а также поручение Генеральной прокуратуре и Комитету государственного контроля прошерстить пузатых буржуев, последовавшие за этим задержания друзей Виктора Бабарико и сотрудников Белгоспромбанка. 19 июня 2020 года коалиции белорусских правозащитных организаций признали Виктора и Эдуарда Бабарико политзаключенными. 20 июня Виктор Бабарико по решению Комитета государственной безопасности Республики Беларусь был заключен под стражу. С момента задержания он так и не был доставлен к суде. До начала и во время расследования уголовного дела нарушалась презумпция невиновности. Лукашенко и другие высшие должностные лица делали публичные заявления о государственные СМИ, многочисленные публикации и репортажи, которые не ограничивались информацией о выдвинутых подозрениях, но содержали в себе утверждение о виновности Виктора Бабарико в уклонении от уплаты налогов, легализации доходов, добытых преступным путем и создании преступной организации, а также о доказанности этих фактов. К примеру, 4 июня 2020 года Лукашенко публично заявил, что Виктор Бабарико заработал свои деньги мошенническим путем. В июне 2020 года Amnesty International признала Виктора и Эдуарда Бабарико узниками совести. В 2021 году суд приговаривает Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса. Получение взятки в особо крупном размере и легализация средств, полученных преступным путем. 26 апреля 2023 года появляется информация о том, что Виктора Бабарико увезли в Новополоцкую больницу со следами избиений и пневмотораксом. Утром следующего дня близкие подтвердили, что Виктора госпитализировали в хирургическое отделение. 27 апреля штаб Виктора Бабарико сообщил, что политик оставался в больнице, его не собирались куда-либо перевозить, так как транспортировка была жизненно опасна. Однако в следующие дни о точном местонахождении Виктора Бабарико в его команде уже никто не знал, ведь увидеть его не удалось. 29 апреля представитель администрации исправительной колонии сказал, что заключенный Бабарико жив и здоров и продолжает отбывать свое наказание. Однако никаких подтверждений этим словам в силовых структурах не привели. 2 мая родственники Виктора Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний МВД. В приеме было отказано. 12 мая правозащитники заявили, что по предварительной информации он больше не числится в своем отряде из правительственной колонии номер один в Новополоцке. Позже появилась информация о том, что Виктор Бабарико находится в больнице в сезоне Володарского, но родным эту информацию не подтвердили. 19 мая телеграм-канал медицинской инициативы «Белые халаты» заявил, что по неподтвержденной информации в Новополоцке в центральной городской больнице произошло массовое задержание врачей. 19 октября 2023 года начался новый судебный процесс в отношении Виктора Бабарико. Суть нового дела неизвестна, равно как что и с самим политзаключенным. С весны этого года Виктора Бабарико не видели ни родные, ни адвокаты. Последняя новость о нем – это сообщение об избиении его в Новополоцкой колонии. Сын Виктора, Эдуард Бабарико, провел в СИЗО рекордные три года без суда. Лишь в мае 2023 года начался суд над Эдуардом. 5 июля 2023 года Минский областной суд озвучил приговор политзаключенному Эдуарду Бабарико. 8 лет колонии в условиях усиленного режима. Своей вины Эдуард не признал. «Я не совершал ни одного из преступлений, в которых меня обвиняют. Следствием не было найдено ни одного доказательства моей вины». До того, как возглавить на два месяца предвыборный штаб отца, Эдуард Бабарико был известен в Беларуси как один из пионеров краудфандинга. Он основал и руководил платформами «Улей» и «Мола-мола». На счету этих проектов – сбор и издание белорусских книг, музыкальных альбомов. Во время закрытого процесса сторона защиты ходатайствовала о вызове в суд в качестве свидетеля отца обвиняемого – Виктора Бабарико. Однако Виктор в суде не появился. Стоит отметить, что такое дополнительное наказание, как лишение связи с внешним миром, сейчас очень распространено в Беларуси по отношению к политзаключенным. Вы можете поддержать работу правовой инициативы на Patreon по ссылке в описании видео. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте о ситуации с правами человека в Беларуси.